Давайте с конкретного вопроса начнем. Если есть предложение использовать в фильме какую-то существующую классическую музыку, высокого образца, это предложение в любом случае должно исходить от кого-то. Как правило, в современной жизни есть мало композиторов, которые берут на себя смелость предложить что-либо режиссеру какое-то смелое решение. Как правило, вследствие определенных причин, о которых мы с вами чуть позже поговорим, композиторы находятся в довольно подчиненном положении, следуя определенным референсам, следуя экспликации, которые уже режиссер с монтажером проложили, композитор делает только вот так. Говорит, да, хорошо, и начинает предлагать музыку на те куски, которые в экспликации уже отмечены, как куски, которые должны быть необходимы, снабжены музыкой. Если вдруг к композитору приходит эта идея в голову, и он говорит, давайте будем использовать здесь какой-нибудь кусок реквиема Моцарта, то существующий музыкальный редактор, редчайший случай, когда музыкальный редактор присутствует на картине, я вам с практической точки зрения говорю. Вот картина, которая делается на Мосфильме, здесь всегда есть музыкальный редактор. И в очень небольшом количестве студий кинопроизводства есть за стеной сидящий музыкальный редактор, которого иногда зовут. Я лично знаю двоих человек в сегодняшней современной жизни, хороших музыкальных редакторов, которые принимают участие в кино. Тогда режиссер говорит, а что нам это даст? Композитор говорит, ну вот давайте посмотрим, давайте положим вот эту музыку на этот кусок и посмотрим. В принципе, это решение вполне возможно. Если оно уместно, опять же, кто решает, уместно оно или неуместно. Вопрос вкуса. Совершенно верно вы сказали. Что такое вкус? Вкус – это категория приобретенная или врожденная, как вы считаете? Приобретенная. А я думаю, что врожденная. Вы, наверное, начать и тренировать. Если ее не развивать, то врожденная. Совершенно верно. Совершенно верно. Вкус – это такая субстанция, которая очень хорошо и полезно развивается. Но, опять же, по практике скажу, я знаю еще много людей, которые чрезвычайно образованы, начитаны, информативны, но не отличаются хорошим вкусом. Он ниоткуда не появляется. Он может зиждеться на каких-то знаниях общекультурного смысла, общекультурного толка. Но вот какого-то природного чутья, вкуса и безвкусицы – это довольно редкое явление. Как правило, в этот момент есть музыкальный редактор, который, по идее, эти вопросы должен узаконить или обеззаконить. Если кто-то на этом наставит и сказать, друзья мои, будет очень плохо, если вы поставите сюда эту музыку, потому что изображение об одном, а музыка совершенно о другом. Такие картины очень просто, можно легко себе представить. Если на какую-нибудь бытовую сцену положить академическую музыку, то будет дурно вкусе. Знает об этом, должен знать об этом музыкальный редактор, должен знать об этом композитор, разумеется.